Здарова всем! Автосалон Альянс Авто, город Герой Мурманск. Сегодня мы посмотрим, какие здесь стоят автомобили на бушном рынке. Вы меня спросите, скажем, Мишаня, а кто покупает в автосалоне, почему не купить с рук и так далее? Во-первых, кому-то наоборот нужно поставить машину проще на площадку, чтобы ходил на дорогу, чтобы смотрел, чтобы быстрее продать. А если брать других людей, которые, допустим, не имеют денег на приобретение автомобиля, то они, соответственно, могут просто взять кредит. Поэтому по статистике, чтобы вы понимали, на бушных рынках, в автосалонах 8 из 10 людей берут машину в кредит. Не полностью, допустим, а какую-то часть. Поэтому существуют авторынки. Сегодня предлагаю пройти и посмотреть, что за сегодня стоит на 2020 год в наше время, скажем так, неспокойное. Приглашаю вовнутрь. Сразу заходим, сразу. Пацанов снегоходы. Ну, своя, можно сказать, стихия. Ценники тоже абсолютно разные. Полярис, туда-сюда. Но нас сегодня интересуют автомобили. Ну, давайте пойдем, скажем так. Вот, получается, зал. Я так понимаю, что если ты захочешь выгнать дальнюю машину, то нужно эти, я так понимаю, переставлять. Но это, собственно говоря, работа послов, которые здесь работают. То есть, ничего страшного. А так, 2020 год. Ну, разные автомобили. Пажерик, полтора миллиона. Пожалуйста. Ниссан Жук. 2012 год. 540 тысяч. 116. Бензин, передняя механика. Киа. Кстати, вот эти автомобили, Киа Соренто, они, кстати, очень и очень ценятся на сегодняшний день. И ценник на них почему-то не падает. Он не падает так, как на Спартейш или на Хендай АХ35. То есть, здесь, более-менее, сами знаете, есть другая, ну, как бы, своя надежность, скажем так, в плане мотора. А так, 2.4, 175 кобыл, Volvo XC90. Может быть, кто обратит внимание, у нее достаточно интересный, насыщенный цвет. Обычно мы привыкли видеть вольвешники в черном или в серебристом цвете. В данном случае, я так понимаю, что это сток. Альянс Авто, Volvo XC90. 2012 год. 2.5, 210 лошадиных сил. Ну, практически полтора миллиона. Кстати, состояние реально именно этого автомобиля, но не может не радовать. А так, Toyota, ну, честно говоря, это редкость, хоть она и леворульная, но я и первый раз в жизни не вижу такую сиену. То есть, она очень и очень огромная. 3.5, 266 лошадиных сил. Я так понимаю, тот же самый мотор, который стоится на Камре. Но эта машина гораздо больше, наверное, того самого Крузака. Реально, очень и очень огромная. Как на Rolls-Royce, смотри, две двери. Да, чик, открываешь здесь. Кстати, машинка закрыта. А так, идем далее. Ну, это у нас, получается, Great Wall Hover. Это что тут? Что это? Шанган GS35 1.6. Кстати, реально здоровенный такой, ну, не здоровенный, обычный кроссовер, наверное, больше даже, чем Кашкай. Но, 113 лошадиных сил всего. И, кстати, привод передний, как обычно на всех китайцах. Это Nissan Almera. Вот. Пацаны, помните? Camry E60. И вот именно Accord. Кстати, тоже один из тех автомобилей, которые нравятся на все время молодежи. Очень и очень он заходит. 790 тысяч цена. Honda Accord 2.4, передний привод. Так, Ford Mandela 145, 2 литра, механика передний, Benz 380. Кстати, что-то дешевое, видишь, Mandela на последнее время стали. Обратите внимание, что, кстати, именно некоторые модели дешевеют, а некоторые, наоборот, именно в цене, наоборот, дорожают. То есть, в зависимости от того, наверное, ни от клиренса, ни от комплектации, ни от марки даже, наверное, а в зависимости от того, какой стоит мотор. Ну, мое такое мнение. Так, это Touareg. Это у нас рестайлинг. Диски у нас стоят от Cayenne. Ну, по крайней мере, колпачки, как минимум. А так? Ну, такие же стоят. Я думаю, что такое знакомое, блядь. Ну, да, получается. Две здоровенные лопухи, полный фарш. А? Потерялся немножко. Я? Ты? Я. Хорошая комплектация, пневмо, все дела. Ну, то урок есть, то урок, пацаны. Это старый немец, от него никуда не уйти. А так у нас, смотри, какие вариантики пошли дальше. Голланд, Верса. Ну, это, если так брать, наверное, на сегодняшний день. Ну, это просто, как бы, получается совсем простенький автомобиль. То есть, если ты покупаешь машину на бушном рынке, пускай вот 420 цена, то это корова, да? В кузове универсал, все верно? Бензин 1.8. То, наверное, это один из тех вариантов, когда ты покупаешь, даже пускай там будет с пробегом 209, как здесь написано. То это, наверное, ну, легко делаешь. То есть, по крайней мере, на нем еще можно передвигаться, если покупаешь. Ну, вот такой вариант, типа, то урага, пацаны. Ну, тут уж извини, тут как повезет. То есть, тут гарантии никто, наверное, не даст. Ну, реально, вменяемый человек, кажется, ты что, это старый немец. Даже если сегодня он тебе ездил, не ломался, то завтра, возможно, произойти все, что угодно. То есть, опыт. О, Ниссан Кашкай. Такой автомобиль у меня был. Цена за полмиллиона. Цена, серебряный цвет, передний привод. И, кстати, на сегодняшний день я полистал вот именно объявления. А эти все машины также есть в объявлениях. То есть, их можно посмотреть в интернете, а потом сюда приехать и пощупать. Именно передних приводных Кашкаев в разы больше, чем полноприводных. То есть, их когда новые были, то есть, покупали, даже не парились. Причем, даже так же покупали новыми именно в нашу Муромскую область. А потом они по цене очень и очень сильно падают, понимаете? Вот. Полный привод все-таки здесь, как-никак, он все-таки немножко подороже в некоторых планах. А давай, пошли дальше. Гранд Витара. Тойота Авинти, кстати, тоже на самом деле нормальный автомобиль, там в плане надежности и так далее. Но он сегодня теряет с ней, чисто из-за того, что он очень устарел. Вот очень устарел. Именно этот кузов, прям вот эти задние фонари, задние фары, да, передние фары, они реально уже все-таки как-никак. Ну, человек приходит, он смоет, ему нравится, понимаете, машина глазами. Да, там, понятное дело, ты вычистил, наполировал там ее, вычистил салон, запах в салоне нормальный. Но все равно, когда машина не вызывает интереса у тебя в глазах, в плане визуально, да, то, соответственно, ты, ну, просто отталкиваешь такого варианта, смоешь, естественно, что-то поинтереснее. Даже пускай будет поболее геморройней. А так, Peugeot 301, такой был на обзоре, пришлось обзор удалить из-за того, что водительству не понравилось. Hyundai Tushkan, Lexus, такой у нас был на обзоре. RX, в данном случае 3.5, 276 кабул, бензин, полный автоматик. Цвет достаточно интересный, ну, для минул, мне кажется, для этого кузова он не совсем подходит. Синие фары, чисто тавелковская тема, идем дальше. Интересный вариантик, Nissan Tiana 3.5, V6, есть, но единственный, наверное, косяк, какой бывает у этих машин, я все-таки вариатор. А так, кстати, тоже, ну, много есть любителей, но, опять же, чисто из-за того, что у нас климат, снег постоянно, то есть эти машины у нас не ценятся, потому что они все-таки маленький клиент, они реально по затерке. Что у нас ценится, да, давайте посмотрим. Вот стоит два экземпляра, ну, честно говоря, глаз радуется. Вот он, кузов Е70, BMW, 870, блядь, какого, 870 тысяч рублей, бензин 4.8. И, как вы сами видите, да, получается, что все-таки, пацаны, этот мотор, ну, на сегодняшний день он никого не нужен, он прожорливый, он не особо, наверное, едущий, и получается все-таки, как-никак, не самый надежный, потому что, ну, блядь, дизеля идут в ход, дизеля люди любят, а аэвный бензин почему-то не заходит. Серебрецый цвет, красивая внешность, а так, пацаны, ну, блядь, все равно затертые фары немножко. Здесь у нас 4.8, вот такой порог. Чего пахнет-то хусто, поэтому, да, что-то пахнет, вот в однию пахнет, что? Ну, ладно, Fendor A, X5, E70, ну, нормально машина, может быть, когда-то под проект такую взять бы, конечно, был. Ну, с высшей все равно, вот эта внешность, вот она, E70, она реально, на сегодняшний день, все равно интересно. Ну, реально, вот особенно в таком цвете прикольно смотрится. 3 литра дизель найдешь такой? 3 литра бензин. Когда-то были времена, далекие, это был примерно 2009 год, когда я задумывался о покупке данного автомобиля. Вот она, передо мной, какая цена? 370 тысяч, я реально после покупки, точнее, после продажи Qashqai, могу себе такую машину позволить, естественно, уехать, понимаешь? 370 бензин, 1.6, 105.890, 2003 года, Хрюша. Иначе меня отпугнуло от покупки этого автомобиля. Не ремонт, а пригодность моторов. То есть, их просто сразу на помойку выкидывают и покупают контрактный. Вот это меня отпугнуло так. Это, получается, есть пятидверный кузов, есть трехдверный, но в данном случае три двери. То есть, ну, мне нравилась эта машина. Она, по крайней мере, тогда еще, по тем деньгам реально была доступна. Даже, в принципе, и сейчас. А так вот, Mazda 6, белая. Кстати, тоже очень и очень интересный кузов. Мне она до сих пор нравится. То есть, дизайном Mazda, конечно, угадали, реально угадали. То есть, что сзади, что спереди, машина смотрится просто как конфетка. Особенно в белом цвете. И, кстати, что вот Accord 8, что вот эта Mazda 6, 8-го, там, 9-го года, без разницы. То есть, они, в принципе, ну, по цене абсолютно одинаковые. То есть, ну, этих, может быть, потому что больше в объявлении, и они, бывает, попадаются подешевле. Чисто из-за того, что их просто больше. Accord'ов гораздо меньше на бушном рынке продается. Ауди А3. Ну, Ауди, это Ауди, пацаны. Ауди А3, седан, 1,429 лошадиные силы, бензин, передний автомат. 790 тысячи черепчиков, будь добр, ой, так вот, отстегни О. Смотри-ка, что у нас продается. Киа Оптима, кстати, миллион пятьсот девяносто, передний, понятное дело, бензин, 2 литра, 245 кобылых. Пробег 68, 2017 года, вообще просто свежак, смотри, реально. Представляешь? Миллион шестьсот практически отдать за нее. Ну, плюс ТО, масло поменять, страховочку, ОСАГО, все дела, пригнать ее, оформить все дела, номер повесить, если хочешь. Ну, как бы тоже, на самом деле, машина интересная, их очень много, их реально очень много в наших городах. Я не знаю, вот смотрите. Это нормальный двигатель? Да, хуйный. Слышь, вот смотри, я сейчас прошелся, мы сейчас посмотрели, в принципе, да, есть машинки интересные, есть чуть-чуть менее интереснее, но более востребованные, допустим. Но вот то, что сейчас перед глазами, вот посмотрите, просто вот, просто нет слов. Вот, посмотрите, эти морды, просто морды, это кабан 12-литровый и Гелендваген за 4 миллиона. Помните, пацаны, этот цвет? У нас-то практически такой же был, потом, естественно, ну, так получилось, покрасили его черной резиной, а так это кабан, стеклянные фары, все в старых временах, диски крутые, реально крутые. Кстати, здесь очень и очень хорошее состояние, на самом деле, очень и очень подходит этому Мерседесу, я так понимаю, что это не сток, 530 тысяч цена, знаете, какой объем? Ну, естественно, 6 литров, то есть это V12, понятное дело, доводчики, все дела. Все, пойдем покажем, жопу. Ну вот, этот шильдик, помнишь, помнишь, когда ему пленкой все это дело покрывали, это резиновый, то есть я все говорю, давай, не закрашивай, короче, вы закрасили, потом сдирали, а так, это рестальник, отсутствуют парастроники, вот он, V12, шильдик, ну, пацаны, это вещь. То есть тут не навигация, тут именно стрелочки показывают, налево, тут направо тебе. Так, пойдем в основном гелик, а вот GL, кстати, вот видите, какой дизайн у него, ну, именно в плане вот этих фандеров, или дефлекторов, как правильно назвать. Ну, это тоже, кстати, интересный вариант, и, кстати, это очень и очень, ну, недорогое удовольствие, то есть, допустим, в зависимости от года, там, седьмой год, то будет цена, сколько, 650 тысяч примерно, да, но у нас звучит другой, конечно, ценник, ну, а так, в объявлениях, вот, 600 тысяч стоит, кстати, здесь нет, тайника, владелец приехал, давай не будем снимать его. Так, ну, что, у нас гелик, написано AMG, ну, это 3.0 дизель, вот, как это дело выглядит, представляете, пацаны, когда машина стоит 4, да, 4 миллиона рублей, представляешь, просто рафик такой, что, ты потерялся, да? Я так понимаю, это тюнинг, Alfa R-Batch, AMG, 3,950 дизель, 2011 год, представляешь, машина практически 4 миллиона стоит, 2011 года, просто, ты сам представь это, ты там про крузак, куда-то удивлялся, позже, когда на улице ходили, а тут-то совсем другие, тут, видишь, тут какой-то тюнинг, там, видишь, AMG, это, докупалось, там уже, линзы ставились, ни разу не было на обзоре, вот, ни разу в салоне даже не сидел, но я думаю, что она не валит, но она, реально, все равно, красиво смоется, такой, это гелик, ты что, не хочешь такое, смотри, уже зеркала вот эти вот, которые, нового типа, где-то надо посетить, прокатиться, понять, а так, получается, ты когда платишь, ты платишь, наверное, все-таки, наверное, за кузов, да, это классика, это всегда останется, так, интересный вариант, это у нас, Акура, какая, ZDX, объем у нас, 3,7, 300 кобыл, бензин, полный, 49 тысяч кмэ пробега, для 2010 года, а как так получается, миллион двести цена, короче, смотри, внешность, углы, углы, редкая машина, кстати, очень красивая, напоминает чем-то BMW X6, поменьше, конечно, чем X6, но все равно, и вот, допустим, брать отсюда, вот именно ракурс, то именно вот эти углы, они также здесь соблюдены, и если бы здесь реально белые бы, эти фонари задние были бы, как-то Lexus, знаете, бывает делают, то, соответственно, можно перепутать вот эту часть, ну, как бы не жопа, а морда, то есть можно перепутать, а так, Honda CR-V, миллион сто сорок, 2,4, Benz, ну, и, наверное, пацаны, на концовочку, посмотрим, вот такой Ford Focus, представьте, 770 тысяч, цена, за 2007 год, ты за сколько свой Focus продал? За 270, за 270, ну, на полмиллиона, ты, получается, переплачиваешь, чисто из-за того, что это не простой Focus, а это реально эксклюзив, то есть здесь нет крыши, то есть она складываемая, и это получается, плюс к тому, еще и купе, на самом деле, так если разобраться, то, понятное дело, что да, есть знакомые Сичерки, но это другой автомобиль, это не тот фокус, не тот самый, который мы привыкли видеть на наших дорогах, то есть, наверное, единственная машина в нашей Мурманской области, такой вот фокус, где реально крыша просто складывается, выбирается в багажник, кстати, спереди, это обычный фокус, там в потоке, возможно, ты не увидишь, потому что крыши нет, то есть он обычный фокус, смотрите, сзади, это реально другой автомобиль, вот он, фокус, как он выглядит, но совсем другой автомобиль, это не обычный, та привыкшая картина, Американская жопа какая-то, да? Ну, я не могу понять, а, Honda легенда напоминает, вот что эти фонари, фокус на американской, это это, мишка? Да, 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 о, да ладно, да ладно, вот крыша, так это крыша, конвертабл, да, типа, получается, не, просто это вот, ты железную крышу складываешь в себе в багажник, небольшой в принципе, слушай, это купешка, где железная крыша складывается к тебе в багажник, представляешь, что сделали фокус? Ну, Ford, просто у этого автомобиля реально очень много конкурентов, он как-то более-менее и в плане комплектации более щедр, так и в плане именно самих кузовов, то есть такое сделать, на самом деле, это было очень, и очень, я думаю, затратно со времена, когда они это все дело проектировали, делали, ну, кстати, все то же самое, как у тебя, вот обшивка, да, материалы такие же, как у тебя, реально были на фокусе, но, но материалы, по сравнению с японцами не самые плохие, согласен, на лансере гораздо печально, так, кожаный салон, все это дело, ну-ка, ну-ка, дай-ка, ну-ка, о, слишком его коврики, смотри, видел, в цвет кузова, тихо, дай-ка я закрою, туйки, ну, что, нам купешку, встречи раз, набрать, что-то интересное такое, ну, кабрио купешка, я понимаю, но очень, не знаешь, я вот так бы ехал, по городу, лайки собирал, ну, если честно, я не люблю, ветер дует, там даже, когда окно открыто, но, наверное, да, если жаркую погоду, если жарко, то действительно, хотя приборка другая, как у тебя, и не стринги, ты не рез, это не резко, у тебя было, по-моему, у меня вот этого верхнего экрана не было, там, да, 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 можешь от комплектации зависеть, конечно, нет, это от автомата, думаешь, предлагаю на сегодняшний день помимо этой стоянки, также есть еще и открытая стоянка, также еще машины стоят на улице, то есть машин достаточно много, салонов также очень много, все их не обойти, но примерную историю вы должны прекрасно видеть, как в сегодняшнем видео, то есть что есть, что продается, ценники, вы сами все видели, дороже, дешевле, чем в вашем регионе, пишите в этом комментариях, на сегодняшний день все, всем спасибо, всем пока, Субтитры сделал DimaTorzok